Друзья, я думал, что мне кажется, я вот даже за кофе сходил, а нет, мне не кажется, у нас в студии появились то ли люди, то ли животные. Ну, то ли волонтеры, я скажу так. То ли люди, то ли волонтеры. То ли, то ли, то ли еще будет. Ой-ой-ой. У нас сегодня в гостях волонтеры из известного объединения под названием Angels. Ребятам как-то неспокойно было зимой, потому что вот из спячки всем животным надо выходить. И решили они этой весной порадовать всех малышей новым квестом. Итак, у нас сегодня в гостях Юрий Вдалцов, Дарья Катунина и Виктор Пасунько. Все вместе, они трио, ну, на самом деле, ребята, больше. Трио разные? Нет, трио Angels. Они еще спят. Юрий, расскажи, что за квест, что это за герои сегодня пришли и почему пришла идея именно в таком стиле сделать развлечения? У меня сразу вопрос. Это простоквашина, потому что есть корова, есть кошечка. А я тигр. Ну ладно, тигр, в принципе, каждая кошечка в душе мечтает стать тигром. Тигром, да, лучше. Доросла. Ну ладно, рассказывай о квестах. Это новый проект, что называется «Зов джунглей». Мы вместе с детьми попадаем в джунгли и узнаем, кто же у нас царь тверей. Это хищники или травоядные? Вот у нас уже состоялась первая игра в эти выходные. Мы ездили в областной приют и первенство оказала команда хищников. Дмитрий, ну это как в мире электроники, кто круче iOS-платформа, Apple это, получается, травоядный или Android-хищники. Так, в принципе, в мире живут. Расскажи, чем вы там занимались, что входит в этот квест, почему? Смотри, у меня вопрос, наверное, как и у всех наших телезрителей, вопрос следующий. Чем отличается обыкновенная детская программа, там утренник, либо же там день рождения аниматоры приходят, от квеста? У нас будут две команды, зал болельщиков и конкурсы очень нестандартные, как выяснилось. И я думаю, вы сегодня это поймете, потому что мы будем немножко некоторые конкурсы изменять. Вы же сказали, что это просто реквизит, что мы не будем опять вот это переодеваться. Миш, мы сегодня попробуем на себе, да? Конечно. Я готовлю себя в роли подопытного кролика. Я готовлю себя в роли разного жанра, который очень даже понравился детям, да, Витя, Даша? Да, очень. Ну, самое главное, что наши пока герои не многословны, мы, надеюсь, это исправим немножко попросим. Они же еще не прочитали. Ну, вам же надо, чтобы был конкурс, им надо, чтобы было интерактив, общение. Но все-таки квест отличается от любого утренника тем, что необходимо пройти задание и в конце должен кто-то победить. Новый формат, вообще все новое. Даже само руководство, которое говорит, вы к нам приезжаете уже 5 лет, мы такого еще не видели и не знали. Потому что во многих конкурсах есть очень интересные ответы, которые, возможно, детям понравятся и понадобятся в будущем. Давай уточним для наших телезрителей, где будут проходить эти квесты и расскажи, какие... Может быть, на площадках города будет? На площадках, к сожалению, города не будет. Какие детские дома? Я так понимаю, будут детские дома и центры реабилитации. Да, это был старт. Это была первая поездка. Но всю весну мы будем ездить во все детские дома города Запорожья. Это и Свитанок, и Джарелло, и Четвертый, Интернат, и Седьмой. И ко дню за счет детей мы поедем с этой программой уже в область, в Валепольскую школу-интернат, в Ореховский приют. О, вот очень такая география, видишь, расширяется. Ребят, у меня есть предложение. Давайте перед тем, как мы приступим непосредственно к самим квестам, мы немножко прервемся, потанцуем с вами, разомнемся, сделаем зарядку, и после чего мы моментально возвращаемся в эту студию. Нам с Юрой просто надо размяться, мы же уже как бы не молодые, да? Да, надо, чтобы ничего не потянуть. Итак, друзья. Про «Прости складыще» говорят у нас будет рубрика. Именно во время этой рубрики мы все, дорогие телезрители, проснемся, ну и узнаем, что же интересного нам приготовила наша утренняя рубрика. Все, готовимся. Итак, у нас Зо в джунгли, именно так называется квест, который отправляется в свое путешествие по детским домам города и области. У нас в гостях волонтеры Энджелс, и мы решили показать, что же такое квест и какие конкурсы будут проводиться у малышей. Ребят, давайте мы превращаемся в обыкновенного вашего, так сказать, подопечного, что ли, участника конкурса. Давайте, наверное, на две команды. А вы будете ведущими, хорошо? Давайте, мы просто будем послушать. Да, давайте так, так как у нас играют хищники и травоядные, мы предлагаем вам выбрать, кто вам ближе, хищник или травоядный. Нет, травоядный. Хищник. Ну, отлично. Ну, я просто... Отлично. Выбираем. Выбираем. Вот, смотрите, у нас лотерея. Каком облике вы сегодня будете? Лотерея. Итак, выбирайте, пожалуйста, какая маска. Вот, выбирайте. У вас нету такое чувство, что я сейчас вот на борец и галлю? Нет, нет, нет. Вы же на него. У меня, у меня хищники, у меня. Лотерея, лотерея, выбирайте, пожалуйста. О, я люблю. Та-дам, это у нас кто? Я правильно понял, да? Да, да. Сейчас причесочку будем иметь. Мне уже нравится. Надеваем маски, превращаемся, приобретаем характер. Ну, в принципе, здесь по выбору масок все логично. Мне не надо даже ни в кого превращаться. И это взаимно. Это мое внутреннее. Итак, у нас есть команда хищников. Нет, нам же обезьянка. И травоядных. А я? Давай, я готов. Мое обезьянское чутье подсказывает, что я выиграю. Обезьяне? Обезьянское. Обезьянское. Давай, поехали. Ну, не знаю, смотри. Честное львовянское тогда. Честное обезьянское. Поехали. Итак, мы начнем с вами с первого задания. Очень интересно. Вообще, у нас в команде играют по четыре человека. И им помогает зал. Хищников поддерживают таким традиционным звуком р-р-р. У нас все хищники рычат. А травоядные делают... А травоядные у нас делают как стиль собачки. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. В принципе, опять снимаем. А я буду я злой и страшный лев. Серый лев. Серый лев. Черный, красный. Давай. Так как вас всего двое, мы предлагаем объединиться хищникам и травоядным и выполнить это задание вместе. Вам нужно, услышав загадки, при помощи кубиков собрать картинку, чтобы получился ответ на эту загадку. Да, да, да. Итак, готовы? Да. Кого слепили Анна с Эльзой, когда играли поздней ночью? И кто ожил спустя года, чтобы не растаять никогда? Что-то зимное. Мне кажется, это... А у нас игра на время обычно. Это лунчик, мне кажется. А вам лучше поторопиться. А, вот, смотри, вот. Снеговик, снеговик, снеговик. Вот, у меня первый... Это сверху. Снимание снеговика. Все, да, да. Где твой низ снеговика? Да, он любит жаркие объятия. Нет, подожди. Нет, что-то не получается. О, вот так, все. Вот, все. И, наконец-то. Есть, отлично. Идем дальше. С голубыми волосами и огромными глазами. Это куколка-актриса. А зовут ее Мальвиза. Мальвиза. А зовут ее Татьяна. Это, вообще-то, Танька, да? Это, смотри, Таня. Вот, Таня, да. Поэтому мы поймем. 50 секунд. А сколько осталось у нас? Подожди, это же верх. В приюте. Ага. Это же верх. Точно? Ну, я не знаю. Да, она с бородой. Юра, подожди. Женщина. О, они так не выглядят, да. Нет, ну, бывает, и бородатые, что ли? Все нормально, все нормально. А, нет, вот это вот с той стороны. Господи, я теперь понимаю, какие мы бездари. Давай, давай. Можно рекламу? Все, все. Все, да. Идем дальше. Он сиреневый. Это Франкенштейн. Так, дальше. Он сиреневый такой, машет весело рукой. Он шалился к нам с ними. С луны знают, любят малышей. Это Лунтик. Есть. Дима знает. Это лучшее опознание в мультфильме. Мы сейчас смотрим. Вот, смотри, у меня есть полулунтик. Подожди, подожди. Не надо. Все правильно. Все. Есть, отлично. Идем дальше. Человечки очень споро. Пятерочка. Идем дальше. Человечки очень споро чинят электроприборы. Их не видно, не смотри. Нет, ты там дальше говори. Нету места. Миксик. Рядом фиксики. А кто такие? Фиксики. Большой, большой. Это же просто. Это разноглавие. Я даже... Юра, у него какой-то косоглаз. Стремный какой-то фиксик. Нет, Юра, я не манну. Подождите. Молодой человек. Вы с другого праздника. Идите. Вот. Вот так. Вот, смотри, пятерочка. Вот, у него пятерочка была. Смотри. Поменяйте мне напарника, пожалуйста. Я свою половинку сложил. А, мы так... Поменяйте мне напарника. Воссоединение фиксика. Подождите. Давай, давай. Ё-моё. Нет. Ой. Вот так. Франкин фиксик. Все, я готов. Я готов. И получилось, наконец-то. Это было нереально. Ну, давайте последнюю. Он большой шалун и комик. У него на крыше домик. А, зовут его... Вастунишка из-за знака, а зовут его не знаю. Андрей Иванович. Нет, тихо. Подождите. Зовут его кто-кто там? Ну, кто? Карлсон. 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 Игрок. Слушай, а дети реально справляются за 50 секунд? Реально справляются быстрее. О, смотри. Я сложил. Поменяйте меня на парень. Я тоже. Вот так, вот давай. Давай. Все. Точно? Все. Покажите хоть людям, что у вас получилось. Ну, и последнюю точно. А, вторая. Давай, давай, давай. Быстро, быстро. Да, давай, давай. И красиво, и мила, только очень уж мала. Стройная фигурочка. А зовут ее... Стройная фигурочка почти. Дюймовочка есть. Я сложил, давай так. Дежит-одюймовочка. А что ж ты там... А, мы наклеили. Да, да, да. Вот, все. Только наоборот. Ну, да, чуть-чуть. Вот это вот туда. Ну, как пришили, так и держится. Справились. Аплодисменты. У-у-у-у. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Помимо команды хищников и команды травоядных, был у нас еще пан-судья. А, пан-судья. Пан-судья. Кто выиграл? Решал. 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 Дружба. Дружба. Спасибо. У нас, кстати, выиграл гороскоп, потому что именно он нас прервет. Оставайтесь с нами, у нас еще будет один конкурс. Да, конечно. Как говорят травоядные. Жаль, что нету такого знака зодиака, обезьяна. Вот я бы сейчас подумал, что мне там сегодня нужно будет делать. Гороскоп. Итак, зов джунглей. Именно так называется новый квест, который отправится уже этой весной к малышам. У нас в гостях волонтерская группа «Энджелс». Ну и очередной конкурс для ведущих «Утро». Будем, как говорится, повышать свой джунглей. Джунглей меня зовут. Зовут. Давайте. Травоядные хищники. И посмотрим, кто победит. Ну, знаете, для того, чтобы сыграть в следующем конкурсе, я предлагаю вам выбрать категорию. Значит, есть такие категории, как спорт, красота, девушки, музыка, искусство. Можно вопрос, почему здесь голая девушка? Не надо туда смотреть. Понял. Это мольберты. Давайте я начну с музыки. Мы решили облегчить вам задание, поэтому в следующем конкурсе будут все категории. Хорошо. Договорились. Итак, вам сейчас, вам сейчас нужно включить смекалку и вообще все, что можно включить с утра. И все знания музыки. И все знания музыки, конечно. Потому что сейчас... Вам нужно за 90 секунд. Так. Готовы? Да. Собрать. В хронологическом порядке. Ага. Культовую группу Виагра, с какого состава она начинала и по какой состав она есть сейчас. Это точно конкурс для детей? Да, да, да. Видишь, что дети... Они исправились за 30 секунд. Дима, я знаю, что вот это было в самом начале. Все, не могу. Давайте. Поехали. Да, время пошло? Да, пошло. Не, не, это было позже. Первая, да, Винницкая и Мехер. Это я уже сложил. Подожди, давай дальше. К ним Седокова подключилась. Подожди, Седокова была позже. А, Лобода. Потом Седокова подключилась. Вот это Седокова. Да, Седокова. Потом там какой-то кризис пошел. Это было, по-моему, осталось их двое. Двое? Только вязаные платья. Да, а, стоп, вот тут надо подумать. Вот это вот Мехер еще была с ними. Мехер была до Седокова или после? Нет, нет, после, посмотри. А потом сюда. Потом вот это подруга не подключилась. Вот это мы перепутали. Это в самом конце точно. Подожди-ка. Вот здесь вот. Нет, там все в порядке. Я недавно смотрел моя правда. Давай, давай, давай. Быстро, сейчас. Седокова поругала, была вместе с этой, с Брежнева. А вот еще Брежнева, еще не ушла. Поэтому Брежнева мы ставим сюда. Это похоже. Да, Мехер еще была. Это была. Я думаю, перебиваю. Вот там всегда двое, а потом двоих выиграли. Поставь Виагру на место. Может быть, вот так вот, смотри. Чтобы кто-то не поставил. Не, 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 не. Ребята, время уже подходит. Все, мы все, мы все готовы. Ха! Та-дам, та-дам. Есть, отлично. Итак, первая у нас была. Правильно. Грановская и Вильницкая, это правда? Нет, ты вспомнишь, моя попытка номер... Затем золотой состав. Золотой состав. Золотой состав у нас был, вот он, второй, а у вас Брежнева, Седакова и Грановская. Да, Седакова ушла в декрет, пришла на три месяца, ла-ба-дам. А что, на три месяца в декрете была? Ну, там... Она ушла и не вернулась. Все, шоу-бизнес, надо побыстрее. Интерсити. Ну, она просто до шести месяцев выступала, а потом... Хорошо, мы здесь чуть-чуть перебутали, ну, бывает. Затем Джанабаева, Брежнева, Корягина. Корягина, а, это не Мехер. Я вообще не знаю, кто это. Ну, все равно вы не ошиблись, правильно, да? Пятое, это Джанабаева, Грановская, Котова. Неправильно, да? Да, это правильно. Вот они, да, это... Потом прошла Фабрика 3 в Украине появилась, Бушмина. Так. И дальше, правильно, это Бушмина и Джанабаева. И теперь... И последнее, Романова, Ерцика, Жевникова. То есть две ошибки? Да. Да. Ну, это нормально. По-моему, это рекорд. Это хороший результат, достаточно хороший результат, вы молодцы. Спасибо. Если вы хотите, можем еще один сделать. Давай, немножечко попрощим. Мы нормально, не, как говорят, деганы, нет? Не деганы? Нормально, да. Веган. Ты веган. Ты веган. Ты веган. Ты веган. Ты веган. Я еще раз напоминаю, пока мы готовимся к еще одной интерпретации этого конкурса, мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях ребята, которые запустили новый квест, который называется Зоот джунглей. Пока я не понимаю, почему животные и девушки... Пойдем займем по лицу. Пойдем займем по лицу. Девушки, вот я не вижу параллели, ну, про животных должны говорить, а тут девушки появились. Ну, просто... Да, и давайте, объясняйте пока, что теперь надо сделать. Теперь мы составляем хронологию представителей на песенном конкурсе Евровидения. Мы в этом году посчастливились принять конкурс песен и конкурс Евровидения. Тут было вот так вот. Лесу, сердючку кидай туда. Витя, я попрошу заметить, насколько активные сегодня хищники. Руслана, обезьянка, ты что-то отстаешь. Вот так, потом, я помню, сердючка, после нее поехала второе место, Заня. Потом была, поморачивая революция, Гринджоу. А где Гринджоу? Нет, Гринджоу нету. Ее сейчас нету. А кто это? А, это Тина Карл. Я извиняюсь. Я сверху ее не узнал. Вот здесь, по-моему, посередине. Вот сейчас у нас тут. Это кто? Ну, здравствуй. Это женщина в красном. Ну, симпатично, да? Ну и что? Злата Огневич. Я так и знал. Бывший народный депутат Украины. Давай, не поворачивайся в спину, потому что я так понимаю. Так, подожди. Лобода, ой-ой-ой, вот это вы нас расплох заставили. Вот это да, дети уже бы справились. Ну, Алеша вот здесь вот была, перед Джамалой. Давай с обратного будем идти. Тина Карл. Вот так вот, мне кажется. Да, вообще не ездила. Вот так есть. Мне кажется, как-то так должно быть. Нет, ну, подожди, Пономарев. Да. Пономарев с него все начиналось. Ты видишь, как... Я вообще узнал о Евровидении, когда Руслана выиграла. Это ваш окончательный ответ. Сейчас, подожди. Давайте-давай. Серединка у нас тут. Может быть, разделим Огневич и Тину Карл, потому что я помню Тина Карл после Нового Дома. Помнишь? Хорошо. В 10-м, когда она пела вот эту вот песню какую-то. Ну, хотя не уверен, Дим. Не уверен? Ну ладно, давайте узнаем. Давай. Поехали. Итак, первый поехал Пономарев. Это, конечно, все помнят. 2003 год. Как сейчас, помню. И четвертый Руслана. Руслана первая. А давайте еще походу вспоминать, какие песни они пели. Вы помните, что пел Пономарев? Я люблю Тильки. А что, у него песен Пономарев нет? А Соловисто. Что там? Да. Руслана. Ну, Декитань. Руслана что пела? Декитань. Правильно, да? Ну, тут все помнят, да, Лаша Тумбай. Раша Гудбай. Лаша Тумбай в переводе, кстати, означает, как вареное молоко. Если что, с узбекского. Да, это мне рассказали. Давайте вот здесь, все-таки интрига. Вы знаете, да, вы знаете, что вы практически правы были, но вот Тину Кароль вы как-то слишком... Немножечко, да, она должна быть на третьем месте, поэтому она была в 2006 году. А вопрос, какую песню помните пела? Не подсказывает. На четвертом месте уже правильно стала женщина или парень со звездой. Андрей Данюка. Да, я бы сказал, мужчина. 2007 год. Идем дальше. Пятое место. Светлана Лобода. 2009 год. А песня какая была? А что она пела? Светлана Лобода, помню, там колесо Бадоева крутилось на сцене, должно было быть сердце от Копперфельда, которое в последний момент не привезли. Ребят, ну что она пела? Про Валентина пела. Да, Be My Valentine. Baby, baby, I'm so fine. Вот Огневич очень красивую песню пела. Очень красивую песню пела, но немножечко позже, чем ее спела Алеша. Так, что ли? Да, вот именно так. Вот именно так все было. Алеша у нас пела там о сложной жизни Украины. Да, было так. В сложные времена. Затем была Влада Огневич. И, конечно же, песня, помнишь, какая? Снова победа. Снова победа. Кто это? Это ребята из Энджелс, Дима. Помню, помню, помню. Ну, в принципе, ребят, мы, да. С Виагра, с Виагра, мы не зря, не зря я обезьяна, а ты не зря. Ну, могу сказать, что готовьтесь, малыши, к вам приедут скоро Энджелс и будете все вместе рассказывать. Как минимум с двумя, с тремя конкурсами, Дима, мы помогли. Я быстренько сейчас расскажу вам моментально о погоде. Сегодня, если вы собираетесь выходить из дома, сегодня будет, ну, такая вот не сильно теплая погода, плюс 12 градусов и облачно. Ну, а это был прогноз от травоядных, а хищники вам говорят о том, что не бойтесь, выползайте из своих норок и покоряйте этот мир. Спасибо большое, ребята. Рады тому, что у вас новый квест. Ну, я думал, все семь будут. До встречи, как говорится, на улицах города. Ваши третий в следующий раз и продолжим. Да, обязательно продолжим. Спасибо, ребята. У нас впереди с вами реклама, после которой узнаем, как всегда, прогнозы и цены на наших АЗС. Оставайтесь с нами, программа «Утро» готова вас разбудить. Продолжение следует...